Добрый день! На календаре пятницы 27 июня и мы готовы рассказать, чем запомнится эта рабочая неделя. Как обычно, пять новостей, которые в минувшие будни были в числе актуальных и обсуждаемых. Игорь Шувалов посетил и обнадежил Ивановскую область. Больничный напрямую. Ивановцы едут служить. Кольцо у автовокзала перекопали. Счастливых билетиков больше не будет. В понедельник Ивановскую область посетили команды институтов развития России во главе с председателем ВПРФ Игорем Шуваловым. Встреча с губернатором Станиславом Воскресенским началась с подписания соглашения о сотрудничестве между АО «Вэблизинг» и Ивановской областью. Стороны договорились о проработке совместных проектов, направленных на решение приоритетных задач социально-экономического развития Ивановской области. Во-первых, это развитие дорожной инфраструктуры и общественного транспорта в регионе. При помощи «Вэблизинг» реализовать программу ремонта самых аварийных участков дорог можно будет не за пять лет, как это планировалось изначально, а всего за год. Институт развития ВПРФ примет участие в реализации проекта строительства искусственного освещения на региональных трассах. Сэкономить получится и время, и человеческие жизни, уверен Станислав Воскресенский. Таких участков у нас 268,9 километров. Запланировали на этих участках установить освещение, барьеры, знаки. Но эта программа длилась бы пять лет, учитывая, что она требует значительных средств. Так вот, с «Вэблизингом» мы договорились таким образом работать, что эта программа будет реализована вместе пяти лет за год. То есть, что это для нас означает? Для нас это означает человеческие жизни, спасение человеческих жизней. Поэтому это для нас приоритет, здоровье, жизнь, качество жизни. Я надеюсь, что реализация этого соглашения приведет к результатам, которые мы ожидаем. О том, что аварий будет меньше, и люди будут меньше разбиваться на автомобилях. Вообще, планы у институтов развития на Ивановской области амбициозные. Делегация посетила здания Большой Ивановской мануфактуры и прилегающих территорий. «Вэб» намерен заняться поиском инвестора для создания там нового центра города, где появятся новые рабочие места и зоны отдыха. С 1 июля предприятия Ивановской области, а их порядка 36 тысяч, переходят на новую схему выплаты пособий своим сотрудникам. Если раньше работодатель сам начислял пособие, выплачивал его, а впоследствии возвращал денежные средства взаимозачетом из Фонда социального страхования, то теперь ведомство самостоятельно будет переводить деньги на прямую работнику. Это касается больничных, пособий по беременности и родам, единовременных выплат при рождении малыша и ежемесячного пособия до полутора лет. Проект «Прямые выплаты» призван защитить интересы граждан, исключить ситуации, когда сотруднику приходится обивать пороги родной бухгалтерии в надежде получить причитающееся ему пособие. Теперь также работник предъявляет больничный лист своему работодателю, тот заполняет необходимые графы и передает информацию в электронном виде к нам в региональной делине. И уже мы, мои работники, начисляют, производят расчет, проверку и, соответственно, сами выплачивают напрямую на расчетный счет или через почту работнику. То есть исключается вот это звено от лечения СС. Во вторник в торжественной обстановке на военную службу отправили 45 ивановцев. Десять ребят уехали в Севастополь служить на Черноморском флоте. Это единственная партия за весь весенний призыв. В космические войска ивановцев отправится гораздо больше. Конкретно в этот день на космодром в Плесецк 20 юношей. Весеннюю призывную кампанию отдать свой долг родине смогут более тысячи жителей Ивановой области. Горячая пора начнется на следующей неделе. Каждый день к отбытию будут готовить примерно по 100 человек. Настроение хорошее. Говорили, что пойду в МФ, попал в МФ, куда я хотел. В общем-то, рад этому. Стараюсь пасть на корабль. Там как получится. Теплогенерирующая компания ПАУТ-Плюс продолжает менять магистральные трубопроводы в областном центре. После Шереметьевского проспекта специалисты и техника отправились к кольцу у автовокзала. В планах заменить 600 метров трубопровода, которые проходят по улице Станкостроителей. Менять трубы будут в четыре этапа. Сначала внешняя сторона кольца со стороны Станкостроителей, а потом уже внутренняя. То же самое с противоположной стороны в начале проспекта Строителей. Конкретные сроки пока не называют из-за высокого уровня сложности. В последний раз коммуникации там меняли без малого полвека назад, в 1972 году. Компания Т-Плюс будет информировать автомобилистов, жителей областного центра о сроках проведения работ и изменениях в схеме движения автомобильного транспорта. Хочу заверить, что энергетики делают все возможное для того, чтобы провести реконструкцию как можно быстрее, в сжатые сроки, чтобы эти работы не доставляли неудобств жителям города, автомобилистам. Мы признательны ивановцам за терпение. Напоминаем о том, что реконструкция в летний период – это залог качественного бесперебойного теплоснабжения в зимнее время. Живой отклик у пользователей соцсетей вызвал наш сюжет об отмене бумажных билетиков в общественном транспорте. С 1 июля ивановские автобусы и троллейбусы обязаны перейти на новый формат работы. Привычных бумажных билетов из рулона больше не будет. Информация о каждой оплате проезда теперь будет фиксироваться в кондукторском терминале и в режиме реального времени отправляться в налоговую инспекцию. Вместо типографского билета пассажир получит документ другого образца, визуально похожий на чек. Так что теперь никаких счастливых билетиков. Контрольный билет будет формироваться с использованием посттерминала, то есть печататься на чековой ленте в присутствии пассажира. И кондуктор будет обязан получить деньги, распечатать этот контрольный билет, передать его пассажиру. В соответствии с законодательством пассажир сможет на сайте операторов фискальных данных при необходимости получить свой кассовый чек. На этом все. Так получилось, что почти половина выпуска была посвящена новшествам, которые войдут в нашу жизнь уже с 1 июля. На десерт осталась ложка дегтя. Проезд в автобусах и маршрутках Иванова повысится на 2 рубля и составит 23 деревянных. Тоже с 1 июля. Впрочем, тут как раз ничего нового. До свидания. Увидимся на РТВ. Субтитры создавал DimaTorzok